Сборная учащихся турецкого лицея в Гагаузии стала обладателем золотой медали на Международной Олимпиаде по математике, физике и прикладной информатике. Олимпиада прошла в России в городе Протвино. В феврале этого года лицеисты молдотурецких лицеев автономии представили для оценки жюри на международном уровне четыре проекта, три из которых разработаны для самостоятельного обучения истории, географии и теории вероятности. О своих результатах участники рассказали на конференции, которая прошла в Чедерлунге в молдотурецком лицее «Аризонт». Мой проект связал информатическую историю, то есть я сделал интерактивную карту, которая содержит в себе остальные разные карты всех разных времен от начала 1900 до 2016 года. То есть использование моей карты принесет пользу в том плане, то что, во-первых, оно будет служить пособием для учителей, а во-вторых, это будет как бы такой гайд, такое обучение для ребят, которые хотят сами познать историю. Наш проект называется «Факультативный курс по основам теории вероятности в школьной программе». Курс адаптирован на учащихся старших классов, где они уже понимают основы, самые элементарные комбинаторику и основы теории вероятности. На сегодняшний день наука идет вперед, и мы должны изучать все более новые темы уже в старших классах. Для этого мы подумали и решили, что все-таки теория вероятности, так как она внедряется во многих науках на сегодняшний день, она доминирует, мы решили ее внедрить в школьную программу. Актуальность нашего проекта заключается в том, что наука теории вероятности довольно часто применяется в быту, в основном в жизни, очень часто применяется. Но наука теории вероятности, она изучается только на определенных факультативах. Мы создали электронную книгу, которая облегчит изучение географии, особенно тему рек. Данная программа может использоваться на уроках географии, на дополнительных и факультативных занятиях. Один из проектов был нацелен на изучение вопросов по добыванию экологически чистой энергии и тоже оказался успешным. Мы представляли проект на тему производства электроэнергии с помощью дождевой воды в высотных зданиях. Наш проект был направлен на добычу экологически чистой электроэнергии. Мы выбрали эту тему из-за того, что 20-21 век – это век, где повсюду технологии, вся эта техника требует большое количество энергии, которой сейчас в наше время огромный дефицит. В данной олимпиаде участвовало 350 человек с разных стран. Было 84 проекта по физике, отдельно мы выступали в разделе физика, и мы заняли второе место. Мы ежегодно участвуем в различных олимпиадах в Америке, Румынии, Голландии, Турции и других странах. Последняя олимпиада в России – это был один из больших проектов, и, слава богу, нам не стыдно было за результаты. Наших участников отметили золотом. Проекты не входят в учебную программу, над ними работают преподаватели и их воспитанники в неурочное время. Организацией подобных турниров занималась общественная организация «Этноакадемия». Мы, в принципе, входим в круг предприятий, которые занимаются именно выявлением одаренных детей. Организации такие есть в Казахстане, в России, в Якутии. С ними мы тесно сотрудничаем. В принципе, у нас опыта тоже маловато, но с ними вместе сотрудничаем, нам очень сильно помогают. У нас после Казахстана Миша Душко, у него поступило предложение с Болгарского университета на бесплатное обучение. Годовое обучение там стоит 12 тысяч евро. Турнир поддержали государственные предприятия «Атпролин», Торгово-промышленная палата и родители. Роль Торгово-промышленной палаты в этом и предпринимателей, которые оказывают содействие в организации поездки, весьма значительна. Это, в первую очередь, финансовая помощь, скажем, организация проезда этих детей туда и обратно. Естественно, участвуют родители, которые тоже участвуют, порой даже и большую часть финансовых ресурсов они выкладывают для того, чтобы их дети могли участвовать на подобных олимпиадах. И участвуя в этих хороших мероприятиях в образовательном уровне, на международном уровне, наши дети знакомятся с своими сверстниками в различных странах и создаются таким образом задел для дальнейшей их учебы. Знаете, я честно говоря, с этим проектом я практически не связываю его будущее, я просто связываю с тем, что это его опыт работы в этой обстановке, выезда за пределы нашей страны. В дальнейшем, как же, потому что это гуманитарный предмет, он у нас все-таки реальный, но для меня больше, чтобы он прошел эту кухню, так сказать, изнутри, почувствовал, как себя вести, как готовиться, как работать с материалом, как работать с интернетом. Ну и перспективы у детей все-таки больше в наше время, чем больше они знают разных областей, тем легче найти свое, так сказать, призвание в будущем. На Олимпиаде за призовые места боролись 350 участников, представивших 84 проекта. Из восьми наших участников шесть лицеистов награждены серебром, двоим удалось завоевать бронзовые медали, и в командном зачете они получили золотую медаль. В январе этого же года учащиеся лицеи приняли участие на Олимпиаде в Казахстане и тоже выступили с хорошим результатом.